Доброе утро! На 12-м канале специальный выпуск новостей в студии Денис Жарков. Итак, сегодня в России единый день голосования. В регионах страны выбирают представителей власти разного уровня. В Омской области в эти минуты начинают голосовать за губернатора. На кресло главы региона претендуют 4 кандидата. Два самовыдвиженца. Это Александр Бурков и Анатолий Соловьев. Также за пост руководителя области борются Антон Дрязгов, представитель партии Роста, и Алексей Ложкин от ЛДПР. С 8 утра открылись двери 1774 избирательных участков. Работать они будут до 20 часов. Любопытно, что самый отдаленный находится на севере области, в поселке Малая Бича Устишимского района. Здесь зарегистрирован 621 избиратель. А вот самым малочисленным избирательным участком в нашей области считается тот, что расположен в Логушинском сельском поселении Калачинского района. Здесь зарегистрирован всего 31 человек. А больше всего голосующих 3037 в Троицком Омского района. Вся самая свежая информация о ходе голосования в нашем регионе ежеминутно будет стекаться в единый центр областной избирком. Весь этот день здесь будет работать Владимир Мутовкин. Сейчас он в прямом эфире. Владимир, итак, выборы начались. Все ли проходит без сбоев? Добрый день, вернее, еще доброе утро, дорогие телезрители. Денис, приветствую тебя. Сегодня у нас большой, долгий, напряженный день. Я думаю, что мы проведем его в приподнятом настроении, потому что действительно все идет по плану. Все эти 1700, сколько ты там обозначил участков, уже открыты. Как мне сообщили, пока, конечно, никаких ни срывов, ни нарушений, ничего не происходит. Область готова проявить свою волю. Я надеюсь, что все те, кто нас сегодня смотрит, осознает, что необходимо прийти на избирательные участки, проголосовать, проявить добрую волю. Я надеюсь, что сейчас мы пообщаемся с Алексеем Нестеренко. Алексей Николаевич, приветствую вас. Доброго утра. Ну что, я так понимаю, день у нас начинается тяжелый рабочий. Как настроение, как у нас с открытием участка? Да, он хороший, легкий день, и, надеюсь, и ночь будет хорошая, подсчета голосов. Все чудесно, погода шикарная, какой-то интересный туман. Только что секрет маленький открою тебе. Поступило мне сообщение, что по специальным каналам связи ни с одного участка не поступило тревожного сообщения. А значит, все участки открылись. 1774 участка. Это примерно 15 тысяч членов участковых комиссий уже на местах и ждут избирателей. А избирателей у нас, на минуточку, на вчерашний вечер 1 миллион 522 тысячи 464. Вот так. То есть, все в порядке, можем начинать полную силу. Совершенно верно, да. Я так понимаю, мы уже натренированы. Вы, в принципе, понимаете, как и что должно происходить. Никаких срывов, ничего не предвидится. Да, нет, все хорошо. И на самом деле у нас совсем недавильный. Прошла большая компания президентская. Технологии все отработаны. Мобильный избиратели помнят дорогу на свои избирательные участки. Хотелось бы, чтобы не забыли дорогу на участок, на новый участок для себя. И те, кто определился, что он не будет или не сможет голосовать на том участке, где он прописан, где он зарегистрирован, выбрал для себя какой-то другой удобный участок. Я напоминаю, что такая памяточка ему дана, чтобы он не забыл, где его ждут. Он там уже в списке. У нас, я скажу, что по этой технологии мобильный избиратель, мы так ее называем, это тогда, когда человек не дома сегодня, он в командировке или там что-то случилось, или в гостях, или вообще уже давно живет вне стен своего отчего дома, но он может проголосовать там, где ему захотелось. Таких у нас 26,5 тысяч. Это здорово, это удобно. Мы наконец-то отменили крепостное избирательное право. Ну и будут ли какие-то новшества применяться? Или вот все старые, которые уже опробованы, автоматизированные системы подсчета и прочее, все это применяется и в этот раз? Да, мы ни от чего не отказываемся, чего добились. Каждый раз потихонечку шажок за шажком пригляжаем к себя к какому-то совершенству, до которого, очевидно, еще далеко. Но на самом деле у нас будут и комплексы обработки избирательных бюллетеней. Мы попытаемся в городе Омске снять все на видео. Вдруг какие-то вопросы, какие-то претензии мы сможем посмотреть и снять эти вопросы в территориальных комиссиях, где, собственно, начнется уже, наверное, в ночь. Мы надеемся, что уже где-то к 12 часам уже все участковые комиссии свезут протоколы. Причем протоколы с QR-кодом. Помните, мы с вами говорили, такие модные протоколы, которые не могут содержать недостоверную информацию, потому что он просто не распечатает, машина его не распечатает. Так вот, в территориальных комиссиях это видеонаблюдение будет. Вообще в прямом эфире мы посмотрим вживую, как это будет выглядеть. Ну, я думаю, что все у нас хорошо. У нас вот здесь, я к вам зашел, мы, помнится, с руководителями общественной палаты нашей Омской области договаривались, что вы создадите какую-то мониторинговую группу, которая будет смотреть и отслеживать все заявления, жалобы по себе. Такая мониторинговая группа созданная. Там, кстати, находится мой коллега Владимир Казанин, с которым мы тоже пообщаемся в течение этого дня. Казанин будет следить. Ну, мы на этом заканчиваем нашу нынешнюю трансляцию утреннюю. Но напоминаю, что в течение всего дня мы несколько раз будем выходить и рассказывать о том, как идут выборы. Алексей Николаевич будет мне помогать, и также его коллеги из избирком. Так что смотрите 12-й канал и обязательно приходите на избирательные участки. Спасибо, Владимир. Добавлю, что эти досрочные выборы губернатора можно считать одними из самых технологичных. На участках установили 231 КАИП. Комплексы обработки избирательных бюллетеней помогают четко и быстро посчитать голоса избирателей. Эта система проверена и помогает специалистам подготовить результаты выборов в кратчайшие сроки. За ходом голосования традиционно следят наблюдатели. В Едином медиа-центре специалисты будут мониторить ход выборов. В течение всего дня они станут реагировать на любые звонки с жалобами о нарушениях на участках. Также проконтролируют работы избирательных комиссий и будут присутствовать при подсчете голосов. Наблюдатели приехали в наш регион накануне и до того, как начать работу, многие не упустили возможность прогуляться по историческому центру Омска. С достопримечательностями сибирского города познакомились французы, а Екатерина Балучевская составила им компанию. Начать экскурсию Эмирик Шапрат просит с этого полотна. Говорит, дама на балконе – пример настоящей русской красоты. Поразили гости из Франции и другие художественные сокровища Омского музея имени Врубеля. Политика смотрел десятки полотен, как иностранных, так и наших мастеров кисти. Воробьев, Суриков и, конечно, Айвазовский. С его работами Эмирик Шапрат познакомился еще в Лувре. Но, как выяснилось, француз увлекается не только русской живописью, но и литературой. Впрочем, в Омск французский эксперт по геополитике приехал изучать не искусство, а организацию выборов. Сегодня он побывает на нескольких избирательных участках, а после, вместе с мониторинговой группой общественников, которая в течение всего дня будет отслеживать сигналы о нарушениях, проконтролирует избирательный процесс. Сам Эмирик говорит, что его задача как наблюдателя – еще и изучение системы региональных выборов. Иностранный специалист оценит, насколько действительно открыто и легитимно они проходят. Политик также рассказал, что уже бывал в единый день голосования в других странах. Но в России наблюдать за выборами будет впервые. В Омск приехал не случайно. В связи с новым форматированием мира, именно здесь, в Сибири, мы видим центр Евразийского союза. Это больше всего меня интересует с точки зрения геополитики. Омск очень хорошо расположен географически, граничит с Китаем и Казахстаном. И я бы хотел, чтобы молодежь отсюда не уезжала, потому что здесь будут развиваться и общественные пространства, и технологии. Мы бы, кстати, тоже очень хотели в этом поучаствовать. Например, помочь вам в создании института геополитики, который будет заниматься именно евразийскими проблемами. К слову, познакомиться с нашим городом Эмерик уже успел. За день до выборов обошел почти весь Центр-Омска. Но посетовал, что не успел посетить драмтеатр. Сейчас здесь готовятся к премьере по пьесе известного французского драматурга Пьера де Бомарше. И тут же пошутил. Будет повод вернуться. Екатерина Булучевская, Владислав Осинцев, 12 канал. Несмотря на столь ранний час, амичи уже активно голосуют. В основном первыми идут те, у кого впереди рабочий день. Раньше обычного трудиться начали съемочные группы 12 канала. В течение всего дня мы будем рассказывать саму оперативную информацию. И сейчас на прямую связь со студией выходит Юлия Ковыршина. Она на одном из избирательных участков. Юлия, доброе утро. Есть ли у вас первые проголосовавшие? Доброе утро, Денис. Ну, ты знаешь, к моему удивлению, есть, я даже посчитала, уже 12 человек на этом избирательном участке успели проголосовать, хотя время на часах 8 часов 09 минут, ровно 9 минут назад этот избирательный участок открылся. Вы даже видите за моей спиной сейчас голосующие люди. Там, в принципе, у всех членов избирательной комиссии, скажем так, посетители. Вообще даже без 10, 8, то есть за 10 минут до открытия было уже 7 человек, которые хотели проголосовать. Я удивлена, потому что все-таки рабочий день сегодня, наверное, у меньшинства мячей. В воскресенье это выходной, все хотят поспать, но, как оказалось, нет. В основном голосуют люди пожилого возраста, но не только они. Мы видели, здесь был молодой человек в военной форме, такой тоже дисциплинированный, уже проголосовал, участок покинул. Мы находимся на избирательном участке номер 460 в 37-й школе. Это известная Омская школа, старейшая, очень много известных выпускников отсюда. Здесь вообще расположены сразу два избирательных участка. Открылись они ровно в 8.00, секунда в секунду. Здесь прозвучал гимн России, и члены избирательной комиссии приступили к исполнению своих обязанностей. На участке, вы видите, установлены КАИБы. Вот сейчас, видите, избирательница опускает бюллетень для голосования в электронную урну. Она подсчитывает голоса автоматически. Также здесь есть и стационарная урна, вот она рядом с КАИБом расположена. Члены комиссии за час уже до открытия были здесь на участке, готовили его к открытию. КАИБы проверили, протестировали, они исправны. Также на участке работают наблюдатели, есть сотрудники полиции, которые обеспечивают безопасность. Видите, что здесь есть отдельный, скажем так, столик для избирателей, которые будут голосовать по месту нахождения. По системе мобильный избиратель. Вы помните, что впервые она была применена на выборах президента, на выборах губернатора. Тоже все желающие могут воспользоваться этой возможностью и проголосовать на участке, на котором им удобно проголосовать. Ну и когда мы сюда сегодня шли, а пришли мы тоже сюда заранее, уже с 7 часов утра, мы видели, что на первом этаже готовили такую большую программу для избирателей. Давайте сейчас посмотрим, что происходит в фойе. Мы видели, там артисты готовились, продавцы разворачивали прилавки. Вот видите, да, что здесь можно, например, приобрести сегодня на этих участках литературу. Вот видите, даже продукты, фрукты, я вижу, не только фрукты, смотрите, здесь что-то посытнее можно приобрести. Выпечка, пожалуйста, чай, булочка, все это можно здесь, смотрите, даже можно и сельхозпродукцию приобрести, скажем так. Ну и, наверное, самое интересное, что сегодня, и чем, как вы видите, все избиратели пользуются здесь сегодня на участках, не только на этом, а по всему региону, раздают бесплатные купоны, во-первых, на бесплатный проезд в общественном транспорте, во-вторых, пригласительный на концерт Димы Билана, ну и, в-третьих, наверное, такая очень интересная акция, на которую мы хотели бы остановить внимание, такая щедрая акция, называется «На мой регион», и ее проводит Союз торговли Омской области в честь своего 25-летия. Все омичи, пришедшие сегодня на избирательные участки, могут получить подарки. Давайте подробнее, наверное, нам расскажут об этой акции президент Союза торговли Борис Семенович Сватков. Доброе утро, Борис Семенович. Ну, расскажите, что за подарки сегодня вы раздаете омичам? Вы знаете, буквально несколько недель назад Союзу организации торговли было 25 лет. 25 лет мы на Омской земле, мы работаем с жителями при Иртышье, и развитие Союза, всех наших членов Союза, их экономики, конечно, продажи товаров, зависит от наших потребителей, от наших покупателей. И мы решили в этот праздник каждому вручить подарок. Он разный, начиная от приличных скидочных купонов и кончая автомобиля. Конечно, есть здесь и мопеды, есть холодильники. Серьезно можно автомобиль получить? Уехать на избирательном участке на собственном автомобиле? Ну, на автомобиле можно выехать из континента, потому что мы его туда поставили, там есть такая возможность, да? Вот. Один автомобиль в городе разыгрывается, один на селе разыгрывается. А что для этого нужно сделать? Вот вы говорите, у континента он стоит? Для этого ничего не нужно, просто когда люди приходят на избирательный участок, мы рядочком находимся. Давайте покажем, что... ...регион. Видите, сегодня сколько здесь людей. Они получают по паспорту купон. Что за купон? Давайте мы покажем, какой купон, как он выглядит. А вот, Александр, давайте покажем близко нашим телезрителям, как выглядит купон. А, у нас, собственно, смотрите, вот сейчас как раз мужчина такой возможностью пользуется. Нужно стереть защитную пленку, да. Вот, собственно, сейчас мы наглядно все продемонстрируем. И что? И там будет указано, что за подарок, да? Да, да, да. Там будет указан номер, и по этому номеру можно будет подойти в реестр и посмотреть, что за подарок у вас. Или это купон, или это бытовая техника, или это мопед. А вдруг, может быть, машина? А подарки абсолютно у всех? Не может быть такое, что сейчас вот сотрут защитную пленку, а подарка нет? Нет, нет. Вы знаете, мы подготовили более миллиона подарков. Вот, получают все без исключения. Ну, я думаю, что такой возможностью поспешат воспользоваться все, кто сегодня посетит избирательный участок. Мы подробно об этом рассказали. Ну, собственно, что еще мы давайте, наверное, покажем, что здесь продолжение ярмарки, скажем так. А вот музыканты, собственно, которые готовятся к выступлению. В общем, ну, атмосфера на избирательном участке, по крайней мере, на котором мы находимся, как вы видите, очень такая праздничная, и уже очень много избирателей, несмотря на то, что время раннее. Денис. Спасибо, Юлия. И еще один подарок для тех, кто придет на избирательный участок. Каждый желающий сможет получить бесплатный билет на концерт известного российского исполнителя, победителя международного конкурса Евровидения 2008 Димы Билана. Его концерт состоится сегодня, начало в 21.00. Монтировать сцену для выступления начали еще накануне. Площадкой для концерта станет парковка перед торговым комплексом «Континент». Выступление звезды продлится около часа. Билан исполнится в известные хиты, в том числе и ту песню, которая принесла ему победу на Евровидении. Пока это все новости. Далее на 12-м канале смотрите художественный фильм по улицам Комот. Водили. Увидимся в 10 часов 30 минут. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok